Эрик Фрэнк Рассел. Зловещий барьер. Первую же пчелу, которая вздумает жужжать о том, что мед украли, тут же прихлопнут, размышлял профессор Педер Бьернсен. Мысль была новой и, казалось бы, шутливой, но своим рождением она была обязана ужасающим фактом. Профессор провел длинными тонкими пальцами по рано посидевшим волосам. Взгляд его странно выпуклых, горящих жутковатым огоньком глаз был устремлен в окно кабинета, которое выходило на бурлившую транспортом Стокгольмскую улицу Хеттергет. Но смотрел он вовсе не на транспорт. А первую корову, которая возглавит борьбу против дойки, ждет скорая смерть. Закончил он про себя. Стокгольм гудел и ревел, не ведая о нависшей угрозе. Профессор безмолвно застыл, погрузившись в мрачное раздумие. Вдруг взгляд его ожил, глаза расширились, в них мелькнуло узнавание. Медленно, неохотно он отошел от окна. Двигался он так, как будто одним лишь усилием воли принуждал себя пятиться от чего-то страшного, что незримо притягивая, манило его. Скинув руки, он тщетно попытался оттолкнуть от себя пустоту. В неестественно выпученных глазах, по-прежнему холодных и неподвижных, сверкало нечто неподвластное страху. Как зачарованные они следили за чем-то бесформенным и бесцветным, ползущим от окна к потолку. Сделав нечеловеческое усилие, профессор повернулся и бросился бежать. Не добежав до двери, он судорожно вздохнул, споткнулся. Падая, сведенный рукой, схватил со стола календарь и стащил на ковер. Потом, схлипнув, прижал руки к сердцу и затих. Искра жизни угасла. Верхний листок календаря трепетал от загадочного невесть, откуда прилетевшего ветерка. На леске стояла дада. 17 мая 2015 года. Когда полиция обнаружила Бернсена, он был мертв уже часов пять. Медицинский эксперт невозмутимо констатировал смерть от сердечного приступа и на этом успокоился. Тщательно осматривая помещение, лейтенант полиции Бекер нашел на письменном столе профессора записку. Весть с того света. Знание – опасная штука. Человек не способен ежеминутно весь день напролет управлять своими мыслями, а по ночам ежечасно следить за неподвластными ему сновидениями. Скоро меня найдут мертвым. Это неизбежно. Тогда вы должны. Что мы должны? Спросил Бекер. Ответа не последовало. Голос, который мог бы произнести зловещий ответ, умолк навсегда. Бекер выслушал доклад эксперта, потом сжег записку. Профессор, как и многие его коллеги, на старости лет стал чудить, решил он. И неудивительно, груз ученой при мудрости оказался ему не по силам. Официальный диагноз – сердечный приступ. Какие могут быть сомнения? 30 мая доктор Гатри Шеридан, размеренный дергающийся поступью робота, вышагивал по лондонской Чаринг-Кроус-Роуд. Глаза его, похожие на холодные сверкающие льдинки, были неотрывно устремлены в небо, ноги механически мерили тротуар. Он напоминал слепого, следующего по знакомому до мелочей маршруту. Джим Ликкок увидел Шеридана, когда тот, как заведенный, шествовал мимо, но не заметил в нем ничего странного. «Эй, Шерри!» – крикнул он, подскочив к приятелю, и уже было собрался хлопнуть его по плечу, но внезапно застыл в смятении. Обратив к встречному бледное напряженное лицо, на котором, как сосульки в голубоватом полумраке, поблескивали глаза, Гатри схватил его за руку и затараторил. «Джим, видит Бог, как я рад тебя видеть!» Он часто дышал, в голосе звучала настойчивость. «Джим, мне необходимо с кем-то поделиться, или я просто сойду с ума?» «Я только что открыл самый невероятный факт в истории человечества. Поверить в него почти невозможно. И все же он объясняет тысячу таких вещей, о которых мы только догадывались или вообще игнорировали. Ну и что же это такое?» – скептически осведомился Ликкок, глядываясь в искаженное лицо доктора. «Джим, я хочу сказать, что человек не хозяин, и не властитель своей души, и никогда им не был. Он всего лишь домашняя скотина!» Шеридон вцепился в собеседника, голос его сорвался, потом поднялся на два тона. В нем звенела истерическая нотка. «Я это знаю, слышишь, знаю!» Ноги его подломились в голенях. Все кончено, и он рухнул на землю. Потрясенный Ликкок поспешно нагнулся над упавшим, расстегнул ворот его рубашки, приложил руку к груди и ничего не ощутил. Сердце, которое только что бешено колотилось, остановилось. Навек. Шеридон был мертв. Скорее всего, сердечный приступ. В тот же день и час нечто очень похожее произошло с доктором Гансом Лютером. Несмотря на обманчивую полноту, он вихрем пронесся по лаборатории. Стримглав слетел вниз по лестнице, промчался через холл. При этом он все время испуганно оглядывался через плечо. Глаза его сверкали, как полированные агаты. Подбежав к телефону, он трясущейся рукой набрал номер Дортмундцайтунг и потребовал редактора. Глаза его были прикованы к лестнице. Телефонная трубка, прижатая к уху, дрожала. «Фогель», — завопил он, — «у меня есть для вас самая потрясающая новость со времен сотворения мира. Нужно оставить для нее место, много места и скорее, пока не поздно». «Расскажите подробнее», — терпеливо предложил Фогель. «Земной шар, опоясанный транспарантом, и на нем надпись «Держитесь подальше».» Покрывшись испариной, Лютер следил за лестницей. «Ха-ха», — обижалостно ответил Фогель. Его крупное лицо на видеоэкране, установленном над телефонным аппаратом, выражало снисходительное понимание. Он привык к чудачествам ученых. «Нет, вы послушайте», — отчаянно закричал Лютер, вытирая лоб трясущейся рукой. «Ведь вы меня знаете. Знаете, что я не лгун и не трепач, и никогда не говорю ничего такого, что не мог бы доказать. Так вот, я утверждаю ныне, а, возможно, уже целое тысячелетие, наша несчастная планета». А из повисшей на шнуре трубки раздался встревожный крик. «Лютер, Лютер, что с вами?» Доктор Ганс Лютер не ответил. Медленно повалившись на колени, он поднял странно поблескивающие глаза к потолку, потом упал на бок. Медленно, очень медленно провел языком по губам раз, второй. Смерть его наступила в зловещей тишине. На видеоэкране дергалось лицо Фогеля. Из раскачивающей трубки еще долго раздавался взволнованный писк, который здесь уже никто не мог услышать. Билл Грэхем ничего не знал об этих трех трагедиях, случившихся раньше. Зато он знал про Мэйо. Все произошло у него на глазах. Дело было в Нью-Йорке. Он шел по западной 14-й улице и вдруг, случайно взглянув на отвесную стену Мартин Билдинг, увидел, как мимо 12-го этажа пролетела человеческая фигура. Раскинув руки, дергаясь и вращаясь тело беспомощно, как мешок тряпья, падало вниз. Ударившись о тротуар, оно подпрыгнуло футов на девять. Раздался звук, нечто среднее между хрустом и хлюпанием. Асфальт выглядел так, как будто по нему шлепнули гигантской окровавленной гукой. Толстуха, шествовавшаяся навстречу к Грэхему, застыла, как вкопа на ярдах двадцати от него, уставилась на пятно и распростертое на асфальте тело. Лицо ее позеленело, выронив сумочку, женщина опустилась на тротуар, закрыла глаза и что-то невнятно забармотало. Около полсотни пешеходов образовали вокруг изувеченного трупа быстро сжимающееся кольцо. Толкаясь и напирая, они так и пожирали несчастного глазами. Лица у трупа не было. Выше окровавленной одежды виднелась жуткая маска, по цвету похожая на взбитую чернику со сливками. Нагнувшись над телом, Грэхем не ощутил особых эмоций. На войне доводилось видеть ей кое-что пострашнее. Его сильные смуглые пальцы скользнули в липкие от крови жилетный карман погибшего и извлекли перепачканную визитную карточку. Пробежав глазами текст, Грэхем не удержался и тихонько присвистнул от удивления. Профессор Уолтер Мэйя! Вот это неожиданность! Но к нему сразу же вернулось обычное самообладание. Бросив последний взгляд на бренные останки, распростертый его ног, он стал пробираться сквозь все пребывающую бурлящую толпу. Вихрем миновав вращающие двери Мартин Билдинг, он устремился к пневматическим лифтам. Пока круглая одноместная площадка стремительно несла его вверх, Грэхем машинально, вертя в руках карточку, старался разобраться в беспорядочных мыслях, роившихся у него в голове. «Надо же, чтобы такое случилось именно с Мэйя!» На шестнадцатом этаже площадка подпрыгнула, как мячик, и со вздохом остановилась. Грэхем бросился по коридору, и, добежав до двери, ведущий в лабораторию, Мэйя застал ее распахнутой. Внутри никого не было. Все выглядело вполне чинно и мирно, никаких следов беспорядка. На длинном тридцатифутовом столе громоздился сложный агрегат, в котором Грэхем узнал установку для сухой перегонки, он пощупал реторты холодные. Похоже, что эксперимент так и не начался. Пересчитав колбу, он сделал вывод, аппарат предназначался для получения продукта шестнадцатой фракции. Затем открыл дверцу электрической печи и обнаружил исходное сырье – сухие листья. Судя по виду и запаху, это было какое-то лекарственное растение. Ветерок, залетевший в широко раскрытое окно, шевелил бумаги на письменном столе. Грэхем подошел к окну, глянул вниз и увидел толпу, окружившую четверых в синей форме и безжизненное тело. Тротуару подруливал фургон скорой помощи. Грэхем нахмурился. Оставив окно открытым, он торопливо просмотрел бумаги, разбросанные на столе покойного профессора, но не нашел ничего, что смогло бы удовлетворить его бесцельное любопытство. Еще раз мельком оглядял комнату и вышел. Спускаясь на лифте, он пронесся мимо двух полицейских, которые поднимались ему навстречу. В вестибюле выстроилась шеренга телефонных кабин. Грэхем вошел в одну из них и набрал номер. На круглом экране появилась миловидная девичья личика. «Хэтти, соедини-ка меня с мистером Сангстером». «Хорошо, мистер Грэхем». Девушка исчезла, уступив место мужчине с тяжеловатыми чертами лица. «Мэйя умер», – напрямик выпалил Грэхем. «Выпал из окна Мартин Билдинг минут двадцать назад. Пролетел с шестнадцать этажей и приземлился чуть ли не у моих ног. Узнать его невозможно, разве что по шрамам на руках. Самоубийство?» – кустистые брови собеседника поползли вверх. «На первый взгляд похоже», – согласился Грэхем. «Только я так не думаю. Почему?» «Потому что я достаточно хорошо знал Мэя. Когда я работал инспектором по связям между учеными и ведомством целевого финансирования США, мне пришлось регулярно встречаться с ним в течение десяти лет. «Вы, может быть, помните, что я четыре раза выбивал ему субсидии для продолжения работы?» «Да-да», – кивнул Сангстер. «Большинство ученых вообще народ малоэмоциональный», – продолжал Грэхем. «Так вот, Мэя был, пожалуй, самым флегматичным из всех». Он взглянул собеседнику прямо в глаза. «Поверьте мне, сэр, Мэя был просто не способен покончить с собой, во всяком случае, находясь в здравом уме. «Я вам верю», – бестенник колебания сказал Сангстер. «Что, по-вашему, нужно сделать?» «У полиции есть все основания считать это рядовым самоубийством. Я тут не могу вмешиваться, ведь у меня нет никаких официальных полномочий. Полагаю, нужно сделать все возможное, чтобы полиция не закрыла дело, пока не будет проведено самое тщательное расследование. Нужно проверить все до мелочей». «Все будет так, как вы скажете», – заверил его Сангстер. Он придвинулся к камере, его грубоватое лицо на экране увеличилось. «Этим займутся соответствующие службы». «Спасибо, сэр», – ответил Грэхем. «Не за что. Вы занимаете свою должность именно потому, что мы всецело полагаемся на ваше мнение». Он опустил глаза и стал рассматривать что-то на столе, оставшемся за пределами экрана. Послышался шелест бумаги. «Сегодня произошло нечто похожее на случай с Мэйем». «Что?» – скинулся Грэхем. «Умер доктор Ирвин Уэб. Мы имели с ним дело два года назад, субсидировали его, чтобы он смог закончить одно исследование. В итоге наше Министерство обороны получило самонастраивающийся оптический прицел, основанный на принципе магнитного поля». «Как же, прекрасно помню. Уэб умер час назад. Нам позвонили из полиции, потому что у него в бумажнике нашли наше письмо. Лицо Сангстера омрачилось. Обстоятельства его смерти вызывают недоумение. Медицинский эксперт утверждает, что он умер от сердечного приступа, и в то же время он испустил дух, стреляя в пустоту». «Стреляя в пустоту?» – недоверчиво переспросил Грэхем. «В руке у него был пистолет, и он всадил две поли в стену своего кабинета». «Но и дела». «С точки зрения благосостояния и научного прогресса нашей страны», продолжал Сангстерн, тщательно взвешивая каждое слово, «смерть таких талантливых ученых, как Мэйя и Уэб, имеет слишком большое значение, чтобы мы могли пустить дело на самотек. Тем более, что присутствуют некие загадочные обстоятельства. Случай с Уэбом представляется мне более странным. Я хочу, чтобы им занялись вы. Желательно, чтобы вы лично просмотрели все документы, которые после него остались. Возможно, там окажется какая-то зацепка». «Но для полиции я человек со стороны. Офицера, который ведет это дело, уведомят, что у вас есть правительственный допуск на ознакомление со всеми бумагами Уэба». «Отлично, сэр». Грэхем повесил трубку. Лицо Сангстера исчезло с экрана. Сначала Мэйя, а теперь Уэб. Уэб лежал на ковре на полпути между окном и дверью. Он покоился на спине, зрачки закатились под верхние веки. Окоченевшие пальцы правой руки все еще сжимали вороненный автоматический пистолет, заряженный разрывными сегментными пулями. На стене виднелись восемь отметин. Россыпь выбоян там, где четвертинки разорвавшихся пуль вошли в цель. «Он стрелял в какой-то предмет, находившийся вот на этой линии», сказал лейтенант Воль, натягивая шнур от центра выбоян к точке, расположенной четырьмя-пятью футами выше лежащего тела. «Похоже на то», – согласился Грэхен. «Только там ничего не было», – заявил Воль. «Когда началась пальба, по коридору проходило с полдюжины людей. Они тут же ворвались в комнату и обнаружили его лежащую на полу при последнем издыхании. Он все пытался что-то сказать, но язык его уже не слушался. Никто не мог войти в кабинет или выйти из него незамеченным. Мы допросили шестерых свидетелей, все они вне подозрений. И потом медицинский эксперт ведь сказал, что это сердечный приступ». «Может быть и так», – уклончиво ответил Грэхом, «а может и нет». Едва он произнес эти слова, как по комнате пролетел ледяной вихрь. По спине у Грэхома поползли мурашки, волосы на голове зашевелились, и все прошло. Осталось внутреннее ощущение смутного беспокойства, как у кролика. Который чувствует незримое присутствие затаившегося поблизости ястреба. И все равно что-то тут нечисто, не унимался Воль. Нюхом чую, что у этого Уэбба были галлюцинации. Но я и жизни не слыхал, чтобы галлюцинации случались от сердечного приступа. Поэтому даю голову на отсечение. Он принял какую-то дрянь, от которой все разом и приключилось. «Вы хотите сказать, что он был наркоманом?» Сомнением в голосе осведомился Грэхом. «Вот именно!» «Держу пари и вскрытие покажет, что Нюх меня не подвел». «Дайте мне знать, когда ваша догадка подтвердится», попросил Грэхом. Открыв стол Уэбба, он стал просматривать аккуратно подшитые папки с перепиской. Там не оказалось ничего такого, что могло бы удовлетворить его интерес или привлечь особое внимание. Все письма без исключения были обыденными, пресными, почти нудными. Он сложил папки на место. На лице его было написано «Разочарование». Закрыв стол, Грэхом обратил внимание на огромный, встроенный в стену сейф. Воль передал ему ключи. «Они были у него в правом кармане. Я бы сам порылся в сейфе, да мне велели воздержаться до вашего прихода». Грэхом кивнул и вставил ключ в замок. Тяжеленная дверь медленно повернулась на шарнилах, открыв внутренность шкафа. У Грэхома и Воля одновременно вырвался возглас изумления. Прямо перед ними висел большой лист бумаги, на котором торопливым почерком было написано «Постоянная бдительность. Вот нереальная цена свободы. Если меня не станет, свяжитесь с Бьернсеном». «Кто черт возьми, этот Бьернсен», выпалил Грэхом, срывая лист со стены. «Понятия не имею. Никогда о нем не слышал. Воль с нескрываемым удивлением уставился на записку, потом сказал «Дайте-ка ее мне. На листе сохранились следы надписи с предыдущей страницы. Взгляните, отпечатки довольно глубокие. Нужно осветить надпись параллельными лучами света и посмотреть, не удастся ли получить рельефное изображение. Если повезет, мы легко прочитаем, что там было написано». Подойдя к двери, Воль передал бумагу кому-то из коллег и сделал краткие распоряжения. Следующие полчаса они составляли подробную опись содержимого сейфа с единственным результатом. Оказалось, что Уэ был отчаянным педантом и уделял самое пристальное внимание финансовой стороне своей деятельности. Рыцкая по комнате Воль обнаружил на каминной решетке кучку золы. Она была растерта в тончайшую пыль, так что не было ни малейшего шанса восстановить написанное. «Осталась лишь пыль слов, когда-то полных смысла, теперь же недосягаемых». «Каминные решетки – реликвия XX века», – изрек Воль. «Похоже, доктор специально сохранял решетку, чтобы жечь на ней документы. Видно было, что скрывать. Только вот что и от кого?» Зазвенел телефон, и он добавил, снимая трубку, «Если это полицейское управление, то, может быть, там сумеют ответить на мои вопросы». «Действительно, звонили из управления». На маленьком экране появилось лицо полицейского. Воль нажал на кнопку усилителя, чтобы Грэхэму тоже было слышно. «Удалось восстановить слова на том леске, который вы нам передали», – сказал офицер. «Текст довольно бессвязный, но для вас он, возможно, что-нибудь дозначил». «Читай», – приказал Воль. Он весь обратился вслух, полицейский стал читать отпечатанный на машинке текст. Особенно восприимчивы моряки. Необходимо более подробно разработать эту проблему и получить сравнительные данные по экипажам морских судов и сельским жителям. Скорость оптической фиксации у них должна быть разной. При первой же возможности проверить эти показатели. Еще нужно уговорить Фосетта, чтобы он дал статистику распространенности зоба среди сумасшедших, а в особенности шизофреников. В его лечебнице собака зарыта, только ее нужно откопать. Полицейский поднял взгляд от бумаги. «Тут всего два абзаца, это первый. Давай дальше, приятель», – нетерпеливо прервал его Грэхэм. Офицер продолжил чтение. Все это время Грэхэм не сводил глаз с экрана. На лице воля все явственнее проступало недоумение. Между самыми неожиданными и, казалось бы, разнородными случаями существует реальная связь. Нити, соединяющие странные явления, слишком тонки, чтобы их можно было заметить. Шаровые молнии, воющие собаки и ясновидящие, которые вовсе не так просты, как мы полагаем. Вдохновение, душевный подъем и вечная одержимость, колокола, звенящие сами собой, корабли, исчезающие средь бела дня, лемминги, мигрирующие в долину смерти, свары, злоба, ритуальная болтовня, пирамиды с невидимыми вершинами. Все это можно было бы принять за кошмарную стряпню сюрреалистов последнего разбора, если бы только я не знал, что Бьернсен был прав. Устрашающе прав. Это картина, которую необходимо показать всему миру, если такое зрелище не приведет к бойне. «Ну что я вам говорю?» спросил Воль, выразительно постукивая себя по лбу. «Типичный бред наркомана». «Ладно, разберемся». Приблизив лицо к телефонному сканеру, Грехем сказал офицеру, «Спрячьте бумагу, чтобы она была в полной сохранности. Сделайте еще две машинописные копии, пусть их перешлют Сангстеру, начальнику ведомства целевого финансирования США, его здешний офис, что находится в здании Манхэттенского банка. Он отключил усилитель и повесил трубку. Телеэкран погас. «Если не возражаете, я зайду в управление вместе с вами», сказал он Воль. Они вышли вместе. Воль уверенный, что это работа для отдела по борьбе с наркотиками, и Грехем погруженный в размышления о том, могут ли эти смерти, несмотря на сопутствующие загадочные обстоятельства, объясняться естественными причинами. Переходя дорогу, оба почувствовали какое-то странное нервное возбуждение, будто кто-то заглянул в их мысли, ухмыльнулся и был таков. Краткое содержание этой книги. В недалеком будущем несколько ученых случайно обнаруживают, что непосредственно рядом с нами, людьми, уже долгое время существуют таинственные, летающие, шарообразные создания – витоны. Витоны невидимы для людей, и только особая комбинация препаратов, употребленных определенным образом, позволяет их увидеть. Люди, узнавшие тайну витонов, начинают умирать при странных обстоятельствах, но круг, посвященных в тайну, становится все больше. Автор Эрик Рассел Книга «Зловещий барьер» Эрик Рассел Корректор А.Кулакова Продолжение следует...